О вреде курения знают все, однако навсегда поставить точку в отнюдь с неполезным занятием. Курильщики не спешат. Для всех тех, для кого не плачевная статистика, не общеизвестные факты не являются руководством к действию. Отличная мотивация задуматься о здоровом образе жизни и республиканская антитабачная акция. Масштабная антитабачная акция – хороший способ обратиться к населению. В молодежь, чьих руках будущей страны, посчитали своим долгом собраться в этот день и еще раз напомнить о вреде курения взрослым и подросткам. Призвать их побеспокоиться о своем здоровье, не откладывая проблему никотиновой зависимости на завтра. Заготовленные речевки, песни – эти ребята всерьез убеждены – здоровая нация, здоровое государство. В этот день они встретились на железнодорожном вокзале не случайно. Место массового скопления людей – станция Брест-Центральный. В этом году испытала на себе эксперимент по ограничению курения. Сегодня здесь можно увидеть таблички с указателем специальных зон для курильщиков. Такое нововведение – способ оградить граждан от табачного дыма, защитить права, не злоупотребляющих вредной привычкой. Количество таких зон в городе с каждым днем растет. Борьба с таким фактором риска, как табакокурение – тема, которая остро обсуждается на всех уровнях. Как показывают цифры, работа в этом направлении дает свои плоды. В Пресской области в прошлом году распространенность пагубной привычки среди лиц моложе 15 лет – составила почти 18%. От 16 до 20 – 27. Почти 32% приходится на людей от 21 до 30 лет. Остальные 26% составляют курильщики, пересекшие 30-летний рубеж. Показатели утешительны, однако есть к чему стремиться. В нашей области с 2004 года, за 10 лет, с 2004 по 2014 год снизилось табакокурение практически на 10,5%. То есть достигает сейчас никотиновая зависимость у населения порядка 30,5%. Но это все равно очень большая цифра. Мы отстаем от Европы в этом плане. Главная задача, которая была поставлена и в Всемирной организации здравоохранения, и в Беларуси подписана Всемирная рамочная конвенция по борьбе с табакокурением – это достичь снижения табакокурения в возрасте до 18 лет, детьми до 18 лет, на 15%. То есть этот показатель, который мы сейчас имеем, он должен до 2020 года снизиться на 15%. И также достичь уровня пассивного курения, снижения до 50%. Порядка 20% злоупотребляющих пагубной привычкой жителей планеты сокращают свою жизнь на 15 лет. И это давно доказанный факт. Помимо всего, курильщики рискуют быть подвергнутыми более чем 15 разновидностям злокачественных опухолей. Одно из наиболее распространенных онкологических заболеваний, напрямую связанное с никотиновой зависимостью, рак легких. В Брестской области ежегодно фиксируется около 600 случаев постановки такого диагноза. Существенную часть составляют мужчины – курильщики со стажем. И это неутешительная цифра – один из поводов уже сегодня задуматься о своем будущем. Есть определенные успехи в лечении рака легкого, и в том числе в нашем учреждении открыто это ракальное отделение с 1 августа этого года. И мы активно сейчас занимаемся и операциями, и другими видами лечения при этой патологии. Но тем не менее, это опухоль агрессивная, и смертность, вот в структуре смертности от злокачественных новообразований, рак легкого занимает первое место. Это вот такая связь. С одной стороны курение, с другой стороны и вот такая зависимость. Сегодня в борьбе с табакокурением сделано немало. Запрещена реклама табачных изделий, изменены требования к упаковке сигарет, проводится работа по созданию территорий, свободных от курения. Запрещено курение в ряде общественных мест. Такие меры – шаг на пути к здоровому, свободному от дыма государству. Однако все в руках человека, и только ему решать – давать пагубные привычки победить или все же перейти на сторону правильного образа жизни.